Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе. Собор Александра Невской Лавры пополнился еще одной иконой с ликом великого князя Александра Невского. Образ написан нашей соотечественницей Даной Маматцевой. 6 октября исполнилось 29 лет со дня освобождения города Гагры и Гагрского района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии. Наступательная операция по освобождению Гагрского района началась рано утром 2 октября 1992 года. В этот же вечер в 19 часов 30 минут город был полностью освобожден от врага. Под Гагрой были разгромлены отборные грузинские батальоны. 6 октября в 6 часов 40 минут государственный флаг Абхазии уже развивался на российско-абхазской государственной границе по реке Псоу. Гагрский район был оккупирован войсками Грузии 48 дней и ночей. Но именно гагрская победа оказалась первой в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В честь знаменательной даты в Гагре прошли памятные мероприятия. К памятнику павших героев были возложены венки и цветы. Здесь же состоялся митинг, в котором приняли участие представители руководства района, ветераны войны, сотрудники государственных организаций, общественности, старшеклассники Абхазской средней школы номер один. Вечером возле колеса обозрения был дан праздничный салют. Президент Абхазии Асланбжания поздравил жителей Гагрского района и весь народ Абхазии с 29-й годовщиной со дня освобождения Гагры от грузинских оккупантов. Трудно переоценить военное и моральное значение победы, одержанной нашими бойцами 6 октября 1992 года. Именно она переломила ход Отечественной войны, воодушевила народ, укрепила уверенность в окончательной победе над врагом. Мы преклоняем головы перед памятью доблестных защитников Родины, вечная память героям, огромная благодарность матерям и отцам, выдержавшим суровые испытания и горечь тяжелых утрат, говорится в частности в поздравлении главы государства. Исполнился 20 лет назад в эти октябрьские дни отряд грузинских боевиков под руководством представителя тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили и при поддержке чеченских боевиков под командованием Руслана Агилаева попытался захватить стратегически важное для Абхазии Кодорское ущелье. Однако им не удалось реализовать этот план. По всей республике была объявлена всеобщая мобилизация и отряды боевиков были разгромлены. Эсма Гуландзе продолжит тему. Кодорское ущелье. В октябре 2001 года этот красивейший уголок Абхазии стал территорией необъявленной войны. Еще в начале августа военные разведчики Минобороны Абхазии получили оперативную информацию о встречах грузинских силовиков с чеченскими боевиками, находившимися в Панкистском ущелье Грузии. В планах у террористов был выход на территорию нашей страны. А после замышлялось участие вооруженных сил Грузии. Их должны были перебросить по воздуху. Но, к счастью, этого не произошло. Мы выяснили, что проговаривался вопрос о выводе этих боевиков с Панкистского ущелья, что они войдут на территорию Абхазии. Курировал этот вопрос лично президент республики Грузия. Он собирался в силовиков, он ставил им задачи. В том числе он приглашал своего представителя в Кадорском ущелье и поставил задачу о том, что он должен был этих людей сопровождать. И его представитель с первого до последнего дня находился вместе с этими подразделениями. Затем, в результате уже более подробной информации, мы узнали о целях этой группы. Кто возглавляет эту группу. Оказалось, что группу численностью порядка 800 человек возглавлял в прошлом участник Отечественной войны в Абхазии. Один из добровольцев, полевых командиров – это Гилаев. 20 лет назад Гарри Купалба был в числе офицеров Министерства обороны Абхазии, которые были задействованы в операции по уничтожению вооруженных бандитов. В конце сентября боевики на автомобилях Министерства обороны Грузии были доставлены в верхнюю часть Кудорского ущелья, которая на тот момент находилась под юрисдикцией грузинской стороны. Тем временем в вооруженных силах Абхазии была объявлена повышенная боевая готовность, а по республике – общая мобилизация. Множество людей встали, чтобы дать отпор боевикам, угрожавшим безопасности нашей страны. В первый же день в верхней части населенного пункта Георгиевка, это с 1 на 2 октября 2001 года, к нам пришел один из резервистов и сказал о том, что в верхней части находится большая группа вооруженных людей, что они захватили абхазских ополченцев. И эта группа, потом мы выяснили, конечно, уже попозже, это была группа уничтожена, 5 человек, ими были убиты. Погиб в первый практический день, погиб начальник штаба Геройский Арейнахин. Практически была объявлена полная мобилизация. Те резервные подразделения Сухумского, Гулерибского и других районов были поставлены им задачи. Многие военные в прошлом, которые были в руководстве Министерства обороны, независимо от того, они находились в этот период времени уже в отставке, но они тоже с оружием в руках встали на защиту своей Родины. Это я имею в виду в тот период времени. Это и Дебар Сергей Платонович. В районе горы Сахарная голова бандиты разбили базовый лагерь. 8 октября над Кудором был сбит вертолет с международными наблюдателями ООН. 9 человек, находившихся на борту, погибли. Эта миссия военных наблюдателей международная, она запросила разрешение на полет в тот район, так как им нужно было уточнить какие-то действия этих людей, визуально убедиться, что они есть или нет. Тогда сказали, что лететь в этот район очень опасно, что вероятность того, что собьют вертолет. У нас даже в журналах это записано, но вертолет полетел, и вот эти террористы, которые находились в этот период, сбили данный вертолет и погибло большое количество людей. К середине октября отряды боевиков были разгромлены и вынуждены отступили. Среди тех, кто участвовал в операции по освобождению Кудорского ущелья и не пощадил жизни, офицер вооруженных сил Абхазии Денуар Асланзия. В тот период он фактически командовал передовым отрядом. Денуар вместе со своим родственником, со своим Шурином, они вышли в разведку, хотя это не их задача была. Попали в засаду, были убиты. Позже указом президента ему было присвоено высокое почет звания Героя Республики Абхазия. В ходе осенней операции по освобождению Кудорского ущелья погибло 30 человек, 9 было ранено. Тот факт, что к их гибели причастны бандиты, руководимые бывшим добровольцем в Отечественной войне народа Абхазии Русланом Гилаевым, у наших бойцов вызывал сожаление. Мы не ожидали, что Гилаев, тот человек, который среди добровольцев защищал Абхазию, может прийти сюда. Грузинская сторона вынашивала цель, что на плечах гилаевцев они смогут войти на территорию. Если гилаевцы там разовьют успех, то в этом случае развязать большую войну и захватить Абхазию. Но у них, конечно, это не получилось. В тот период каждый вечер грузинское телевидение рассказывало об успехах гилаевцев. В результате боестолкновений мы взяли более 10 человек в плен. Я вот лично разговаривал с некоторыми пленными, и в разговоре они говорили о том, что они вообще не знали, что они находятся на территории Абхазии. Им говорили о том, что мы, вы должны пойти на территорию Российской Федерации. И плохо говорили по-русски, и говорили, что мы совершаем джихад. Джихад против русских, которые воюют с чеченцами. Это была их позиция. Я уверен в том, что их на самом деле, наверное, и обманывали. Кто-то, наверное, кому-то проплатил, и в конечном итоге мы смогли на том этапе вытеснить их с нашей территории. Позже, в 2006 году, Грузия снова введет свои войска в верхнюю часть Кодорского ущелья. И только спустя два года, в августе 2008 года, абхазская армия окончательно освободит эту часть страны. Эсма Гуландзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Исполнился год со дня учреждения посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике. 6 октября 2020 года стало для нашей страны знаменательным историческим днем. Дипломатическое ведомство Абхазии в Сирии проводит активную работу по налаживанию внешнеполитических взаимоотношений с другими государствами, а также укреплению межгосударственных отношений между Абхазией и Сирией во всех направлениях. Возглавляет посольство Абхазии в Сирии Баграт Хутаба. В администрации президента состоялась встреча с представителями селом Гудзурхо, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Жаня принял делегацию из четырех человек. Во встрече участвовал руководитель администрации президента Алхас Квициния. На аллее героев в Скворчале надреставрированы памятники погибшим в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии. Стоимость работ составила 4,5 миллиона рублей. Все расходы взял на себя меценат Джумберт Кебучава. Репортаж на Алике Трапш. Реставрационные работы по обновлению памятников погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии шли 2,5 месяца. Было установлено 20 плит с именами 208 человек, жителей Скворчала, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Также у мемориала погибшим в 1941-1945 годах установлена гранитная плита с выгравированными на нем именами 97 защитников Отечества. На месте захоронения погибших героев также установлено 45 гранитных плит. Имена павших на плитах выгравированы из жидкого сусального золота. По советованию с главой администрации приняли решение изменить цветовую гамму мемориала, внесли черный цвет для улучшения контраста. Все имена и фамилии перенесли на черный гранит. Это и могилы, где ребята находятся, и общие списки ребят, и на стеле 1941-1945 тоже. В общем, вся стела 1941-1945 год была демонтирована и облицована заново. Кое-где, да, они уже попадали, не было видно имен, фамилий, и вот приняли такое решение полностью изменить. Все это перенесли, вот уже выгравировали на станках и покрыли золотом. Кроме того, обновлена плита с надписью у мемориала Отечественной войны народа Абхазии. Также у памятника первому президенту Владиславу Гарденба полностью обновили гранит и поменяли надписи. Стоит отметить, что весь рабочий материал был привезен из Индии. Реставрационные работы обошлись в 4,5 миллиона рублей. Буквально недавно, к празднованию Дня Победы, был произведен капитальный ремонт в данной аллее по инициативе нашего соотечественника, земляка Ткибучава Джумбера Леонтьевича. Это была его инициатива, он проявил там спонсорское свое участие. Ныне он работает в корпорации «Росатом». И по его инициативе, естественно, он вначале обратился в администрацию Ткуачарского района. Конечно же, мы были не против, потому что аллея героев уже давно была построена. Она уже существует как минимум 10 лет и уже нуждалась в ремонте. Мы, конечно, поддержали такую инициативу. Жители Ткварчала выражают благодарность за проделанную работу по увековещению памяти погибших героев. От своего имени, от имени, мне кажется, Ткварчельца каждого благодарна Дюмберу Леонтьевичу, что он не прошел мимо, откликнулся. Более того, его организация «Росэнергоатом» тоже, как говорится, поддержала его инициативу. И вот какая работа была выполнена. На аллее героев были проведены работы и по ее благоустройству. Обновлены лавочки и покрашена ограда. Алика Трапш, Тимур Глгохи, Абхазское телевидение. Эпидемиологическая обстановка в Ткварчалском районе остается сложной. С 1 сентября коронавирус подтвержден у 1007 человек. С момента открытия районного ковид-госпиталя стационарное лечение прошли 545 пациентов. В настоящее время в стационаре 13 пациентов средней степени тяжести, среди них двое детей. В основном из наших районов это село Царча, где две семьи из 8-9 человек болеют. Трое с одной семьи у нас мы стационировали, с другой семьи дети, двое детей. И ситуация остается в целом сложной. Министерство здравоохранения все наши заявки принимает. Мы вовремя получаем все медикаментные, расходные материалы. С медикаментами на данный момент у нас проблем нет. Всего по городу и по району провакцинировано 449 человек гам-ко-ваком, двухкомпонентной вакциной и 48 человек с лайтом. Учитывая плотность нашего населения, конечно, хотелось бы, чтобы большее количество было провакцинированных. Указом президента Аслана Бжания, первому заместителю председателя Государственного таможенного комитета, полковнику таможенной службы Алясу Лабаху присвоено очередное специальное звание. Генерал-майор таможенной службы сообщает пресс-служба ГТК. Бывший глава администрации села Хашта Галского района Беслан Турки частично возместил государству присвоенную им денежную сумму, сообщается на сайте генпрокуратуры. 27 сентября прокуратура Галского района задержала Туркия Беслана Робертовича, подозреваемого в совершении хищения путем присвоения с использованием служебного положения денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 660 147 рублей. Туркия дал признательные показания и частично погасил причиненный материальный ущерб. В отношении Туркия возбуждено уголовное дело. Пресс-служба генпрокуратуры также сообщает, что 28 сентября прокуратура Галского района начала внеплановую проверку администрации села Абакет за 2020 год на предмет исполнения указа президента. Об отмене решения собрания Галского района 19 февраля 2003 года. По результатам проверки будет дана дополнительная информация. В Сухоми на улице Гумистинской на частном приусадебном участке была обнаружена 120-мм минометная мина времен Отечественной войны народа Абхазии. Сотрудники пиротехнического отдела МЧС прибыли по адресу и изъяли мину для дальнейшей ее утилизации, сообщает пресс-служба МЧС. В собор Александра Невской лавры пополнился еще одной иконой с ликом небесного покровителя Петербурга, великого князя Александра Невского, сообщает телеканал НТВ. Образ написан полгода назад и является дипломной работой выпускницы Санкт-Петербургской духовной академии нашей соотечественницы Даны Мамасовой и называется «Перенесение мощей из Владимира в Петербург». Этот исторический эпизод относится к первой половине 18 века. В ознаменовании своей победы над шведами в 1721 году Петр I повелел перенести мощи благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург. Работа выполнена с соблюдением всех древних канонов и натуральными красками. Мы используем натуральные пигменты, древние, напишем на эмульсии с добавлением яйца и вина. То есть придерживаемся всего древнего. Андрея Рублева, Дионисия, вдохновляемся. И получается такой образ. В этом фестивале сейчас участвую. Участвует академический ансамбль из Дагестана Лизгинька. Участвует башкирский ансамбль имени Гаскарова, хор имени Пятницкого. Вот такие вот известные, хорошие академические коллективы участвуют. И впереди мы стоим, как из Республики Абхазия, государственный ансамбль народного танца Кавказа имени Кандидатара. В программе у нас начинается первый танец, это абхазский, потом идет адыгский, потом идет осетинский, девичий лирический танец, после девичьего горский танец, после горского аварский танец, дагестанский. После аварского идет там танец, соло исполняет парень с кинжалами, один он танцует. После этого идет старинный абхазский танец, поединок есть танец, после поединка ритмы гор на ударном инструменте. Проводим ежедневные репетиции, мы выкладываемся, мы отдаемся на 100%, потому что гастроли для нас это очень ответственно. Потому что мы будем показывать перед другими народами нашу самобытность в танцах, демонстрируем нашу культуру, частично наш менталитет. Министр культуры Гудиса Агарба вручил награды лауреатам государственной премии имени Дмитрия Гуля в области литературы, искусства и архитектуры. Лауреатами государственной премии имени Дмитрия Гуля стали Белла Барциц за серию публицистических работ, посвященных жертвам сталинских репрессий в Абхазии, сборник «Пепелище Аббата», Беслан Касланзе и Светлана Шаменкова за восстановление новоафонской средней школы, Денис Чачхалия за сборник «Поэзия отражений». Государственная премия имени Дмитрия Гуля в области литературы, искусства и архитектуры вручается каждые три года. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг 7 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 10-15, днем 14-19 градусов, температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова